Всем сестренкам и всем братишкам привет Елена Голланд ветеран русского стиля Елена Голланд вернее Шимченко Елена Александровна 5 января 1981 года рождения из Одессы Это наверное тот редкий случай когда стилист оказался в Италии не с помощью мужа Хотя один мужчина все-таки приложил здесь руку А точнее папа Лены Шимченко Александр Емельевич Насколько я знаю Одесса небольшой городок И все друг друга знают как еще Живанецкий говорил Александр Емельевич знаком многим Ну во-первых он врач А во-вторых он врач-саматолог У папы Лены своя фирма по производству медоборудования Офис в историческом здании в центре Одессы Он построен в 1827 году Небольшой кабинетик на первом этаже здания выкуплен Медицинской конторой Панмен Где учредители папа Лена и мама Лены Шимченко Людмила Максимовна Также папа патентовал на дочь все названия фирм Которые когда-либо открывал Еще у Лены есть патенты на несколько папиных изобретений В области медицинского оборудования Например мебельные изделия в форме трубы Лена любит упоминать о двух высших образованиях по экономике И об очень трудной работе Настолько трудной, что это работа на папу Но на тирана Александр Емельевич не похож Не думает, что он и в хвост, и в гриву угонял любимую дочу То есть Лена прям не упахивалась на своем рабочем месте Под теплым крылом заботливого бати трудиться всегда приятнее Это знают все дети бизнесменов За место под солнцем бороться не надо Все уже принесли на тарелочке с голубой каемочкой Жильем в центре Одессы обеспечили Как и прекрасный вид на море из этого самого жилья Да и денег на покупочки тоже дали Так почему бы не заняться блогом и не стать стилистом Пока искала инфу на Лену По неволе попала под обаяние ее папы Человек с большой харизмой А разве другие в Одессе и бывают? Ну кроме Насти вареник Кстати, кого Лена такая вообще? Его было без чувства юмора? Сам Александр Емельевич зовет себя дизайнером И создает не только медицинскую мебель Но и просто предметы интерьера У Лены есть старший брат Ярослав Голланд Ярослав Александрович Шимченко 1979 года рождения Проживает в Португалии Говорят, известный дизайнер интерьеров Я лично впервые про такого слышу Мы помним Лену, а точнее не помним Еще по ЖЖ Я напоминаю, ЖЖ это ресурс, популярный во время, когда Не было Ютуба и по планете бегали мамонты Тогда люди выкладывали свои фоточки в живом журнале А также писали там очень, а еще чаще и не очень умные посты о своей жизни Вот именно там Лена Голланд и сделала свой старт как стилист Лена продукт 2000-х годов Именно тогда был рассвет всего и ЖЖ в том числе А также Лена неплохо попала стезю того времени На яркие сочетания в одежде Ну так собственно и написано на первой странице в ЖЖ у Лены Так вот, начало было хаотичным, низкопрофессиональным Но я училась, училась каждую секунду своей жизни Теперь гордо занимаем место в десятки лучших фэшн блогеров Рунета Ну типа русского блогинга Я до недавнего времени про Лену не слыхивала Пока с Дашей Камаловой не познакомилась Напомню, что именно тогда, почти 20 лет назад Это было популярно Все оттенки фуксии, сочетание коралловых, синих и зеленых оттенков Субтитры сделал DimaTorzok По такую радугу Крацек даже была открыта компания The Other Colors И налажено свое производство одежды Которая до сих пор жива, кстати Только вот больше о нем Лена не упоминает Не говорит, что она успешная бизнесменша по пошиву собственной одежды В основном Лена активно рекламирует других производителей Мировых брендов Dior, Celine или Prado, допустим Видимо в Италии, где сейчас проживает она с мужем Это куда популярнее, чем производство одежды на Украине Кстати, компания The Other Colors Зарегистрирована на Щебетовскую Елену Александровну По месту прописки Лены Галант в Одессе Именно так написано в договоре оферты Которую вы подписываете при покупке чего-либо С сайта The Other Colors Теперь Лена носит фамилию Щебетовская Как ее муж, бизнесмен из Одессы Денис Щебетов Здесь прям душа радуется Выбрали Лена себе мужа, надежного, нашего парня А не как все эти залетные Якименко или Камаловы Которые позалетали на итальянские хуи И резко стали стилистами И стали всех уму, разуму учить и бабки с этого брать Лена, к слову, также учит У нее есть свой курс Стильная игра с Еленой Галанты и Дашей Глосс За 12 баксов Я сейчас вам расскажу Как сделать себе самую модную прическу Когда вы находитесь на карантине Никто вам не нужен Никакие мастера, профессионалы Вы можете сделать все самостоятельно С помощью ножниц Эзекели И ваших прекраснейших волос Просто накручиваем брать на палец И обрезаем Ничего страшного Смотрим там Какой длины вам больше нравится Вот тут чуть-чуть Ой, красавица, получается Тут чуть-чуть тут И вы получите прическу Своей мечты Я думаю, круче, чем вы Никого вас Даже рядом не будет Зачем владеть больше? Вы можете все самостоятельно сделать В домашних условиях Я считаю, что получится Просто отличный вариант Еще чуть-чуть тут И капельку тут Ой, красавица Просто красавица У меня лично случился диссонанс Когда я прочитала это описание Здесь каждый пункт начинается с фразы Актуальные модели Сразу интересно посмотреть, что Лена называет актуальными моделями Так как ее стиль остался в 2000-х годах В том самом ЖЖ Она не успела развиться до того стиля, который актуален именно сейчас Как ни крути, но быть разноцветным клоном больше не модно Мы живем в мире максимально минималистичного фэшна С темными пыльными цветами И графичными формами Возможно, он не всем нравится И даже Лене, думаю, он не нравится Но да, не называй себя актуальным стилистом И не рассказывай про актуальность И тем более, брать за это деньги тоже не стоит Потому что понятие актуальность И Лена Галант Немножко разные вещи Видимо, в Италии тоже все очень подорожало И Лена больше не работает на папу и его медицинскую компанию И зарабатывать как-то надо Возможно, даже бизнес любимого мужа немножко терпит убытки Да, 12 баксов это не огромная цена Это не 80 евро от Якименко и не 100 евро от Ричарди Это намного меньше Ну и, наверное, и продукт она подает намного проще и упрощеннее По сути, вам решать Но я считаю, что Лена Галант немножко устарела Она не успела перестроиться с тем миром, который существует сейчас Она осталась в то время, когда она была актуальна Зачем всем рассказывать, что ты до сих пор тот самый клевый стилист из 2000-х годов От которого уже попахивает нафталином и сыпется немножко песочек Ну или давай уже по актуалочке пройдемся Потому что иногда Лена мне напоминает человека Салата или Битлджуза Из нашего, кстати, древнего мультика из тех самых 2000-х годов Если вы просто хотите повеселить себя буйством красок То Лена однозначно для вас и даже 12 баксов для вас будут небольшими деньгами Я всегда призываю вас только к одному Прежде чем что-то купить, сто раз подумать и перепроверить На сегодня это все А также не забывайте переходить по ссылкам в описании в мой телеграм-канал и в мой инстаграм Там я выкладываю самые актуальные новости На которые я еще не совсем быстро успеваю отреагировать и снять свежее видео Ну там лайки, дизлайки, шары, комментарии Это, конечно, все зависит от вас Главное, что-нибудь да сделайте, а у что разберетесь сами На сегодня это все, всем сестренкам и братишкам пока Субтитры сделал DimaTorzok